Всем большой привет! Вы на канале Stardust Gixis, меня зовут Надежда, и сегодня мы опять играем в клуб романтики. На этот раз мы будем проходить Секрет Небес, начиная с первой серии. Мне кажется, описание это какой-то спойлер больше к происходящему, поэтому первой серии описание читать я не хочу. Вот-вот начнется история. Так, давайте же выберем, как мы будем выглядеть. Я думаю, всё-таки, как всегда... Аня, давайте латиноамериканские немножко хотим. Хочу быть загорелой, вот, хоть где-то. Так, о-о-о, красненькие есть. Давайте красные я выберу, они очень классно смотрятся. Оставляю ими как есть. Отлично, конечно же, выгляжу. Ну, на этот раз я так же, как и всегда, хочу быть развратной девочкой. Глава первая. Обретённые крылья. Яркий свет на мгновение ослепил меня. Я сделала шаг вперёд, но под ногой оказалась пропасть. Ах! Несколько камушков откололось и упал вниз. Пелена начала отступать, и на горизонте проявился водопад. Где я? Вода бурлила и шипела, но вместо того, чтобы разбиваться камнем внизу, поднималась вверх. Вообще, локация мне уже нравится, красиво всё выглядит. Похоже... Похоже, я сплю. Эта мысль немного успокоила, и всё же, как реалистично это всё выглядело. За спиной простирался лес с огромными деревьями. Ветки у них были витеватые и уходили до бескрайнего неба. Я обернулась и снова взглянула вниз. Действуй. Голос прозвучал в голове и в то же время отовсюду. Он прогремел, словно гром, словно удар и в гонг. Я поняла, что если не послушаюсь его, и если останусь стоять, случится что-то страшное. Я прыгнула. Выбор повлиял. Люди не могут умереть во сне, это поможет мне проснуться. Я отошла немного, разогналась и прыгнула. А-а-а! Пустота приняла меня в свои объятия. Сердце заколотилось, и грудь сдавила от ужаса. Это не сон, я разобьюсь. Страх возобладал над всеми эмоциями. В отчаянной попытке спастись, руки пытались найти опору, Условно можно было зацепиться за воздух. Я закрыла глаза, не в силах смотреть на приближающуюся смерть. Ха! Поход не то выбрали. И вдруг сзади что-то раскрылось, останавливая падение. Меня отшвырнуло вверх, и только тогда я поняла, что шевелю чем-то. Крылья? Двигать ими получалось интуитивно. Из горла вырвался истерический смешок. Просто с ума сойти! Несколько взмахов внизу показались очертания земли. Но едва ноги коснулись опоры, перья, будто листья по осень начали падать, пока от крыльев ничего не осталось. Одноразовый, что ли? Сцез мерцало, закачалось, а после начало понемногу исчезать и растворяться, как проходящий мираж. Затем колебания прошли, и я снова оказалась на том месте, где была в самом начале. Раздались короткие патетические хлопки. Я вздрогнула и обернулась на звук. Браво! Прыгнуть в пропасть – смелый поступок, даже для того, кто думает, что это сон. Кто вы? Вместо ответа он расправил крылья за спиной. Меня зовут Геральт. Из джунглей вышла женщина в спальне. Позади них, подпрыгивая от радости, выскочил странный зверь. Фрр! Какая красавица! Поздравляю с прохождением теста. Парень молчал, лишь обкинул меня оценивающим взглядом. Я так понимаю, кто-то из них, а может быть и оба, наши будущие товарищи. Что происходит? Я умерла? Быстро она. Мысль возникла сама по себе, но вся моя суть воспрепятствовалась ей. В попытке успокоить женщину коснулась меня паника, начала ослабевать. Она сильнее сжала руку и заглянула в глаза. Меня зовут Мисселина. Это Энди. Парень молча кивнул, продолжая сверлить меня взглядом. Я хочу знать, что происходит. Голос сорвался на крик. Меня раздражала ухмылка Геральда и напряженное молчание Энди. Кто вы такие? Отвечайте! У тебя бурный нрав, да? Понимаю. Это сложно принять, но ты действительно умерла. Спасибо. Хватит прелюдий, Миссина. Это прелюдий, по-вашему? После смерти все люди проходят тест. Кто-то прыгает, как ты, но не все обретают крылья в полете и в итоге разбиваются. Короче, ты помер? Потом еще раз помер. Походу, может, у них еще там есть какой-то тест. И они еще раз помирают. Эх, тогда они продолжают свой путь в аду или в район. Но есть такие подобные тебе, которые взлетают. Они избранные. Ты избранная, как и Энди. Она чуть подолкнула его в спину, но лишь едва заметно, как что головой, наблюдает за тобой из подопущенных ресниц. Ты будешь сегодня вообще разговаривать? Что это значит? Избранным мы предлагаем поступить в школу ангелов и демонов. Эта школа очень важна для нашего и вашего мира. Она сохраняет равновесие. Время от времени ты можешь спускаться на землю, чтобы помочь людям встать на путь добра или зла, сделать правильное или ложное решение. Господи, я сошла с ума? Или это действительно происходит? Мисселина будто почувствовала мое беспокойство. Снова коснулась меня. Ты получишь власть, по-другому взглянешь на бессмертие. Перед тобой откроются перспективы. Хватит мне ему показывать, он все равно многоточие это. Мне показалось, что он усмехнулся. Небо замерцало, вода на секунду обрушилась вниз, словно подалась вертаться, но затем снова поползла вверх. Время, пора решать. Вы ждете ответа, как можно согласиться на то, что не понимаешь. Но Мисселина нашла что-то в моих глазах, резко отпрянул и кинул Геральду. Она готова. Взяли за меня все порешали. А вдруг я не хочу? Бат хочу. Геральд хлопнул меня по спине. Я упал на колени. Из слез брызгнули... Чего? Из глаз брызгнули слезы. Путают меня тут, а я думаю, я тупая. Вообще. Резкая боль пронзила лопатки. Я закричала тут же, умолкла, испугавшись собственного крика. Энди сел передо мной на корточке, чтобы встретиться со мной взглядом. Мы все через это проходим. Чш-чш, дыши. Какой-то он не очень, если честно. Ну, он требовательно смотрел мне в глаза, словно пытаясь забрать мою боль. Но боль росла. Я чувствовала, как кожа разрывается, как что-то трепещет внутри меня и рвется наружу. Выпусти их, они должны чувствовать свободу. Расслабься, позволь себе взлететь. Я подняла голову и посмотрела на него. Его лицо было спокойное, сосредоточенное. Он изучал меня, пока его взгляд не остановился на моих плотно сжатых губах. Почему все красное? Послышался рваный звук, а затем взмах. Боль прошла, осталась лишь ноющая пульсация по всей спине. Я обернулась и замерла. А я хотела черное, как бы. Ну, эти тоже прикольные. Нет, давайте черное. Я хотела черное изначально. Но она как-то немножко смахивает, по-моему, на демонессу за такую. Теперь ты одна из нас. Обо всем остальном тебе расскажут уже в школе. Все еще не веря своим глазам, я взмахнула крыльями. На землю упало несколько капель крови. Ох, не спеши, совсем скоро ты сможешь летать. А пока дай ранам зажить. Прекрасно. Я думала, у них быстро. Я думала, бессмертные не знают, что такое боль. Боль позволяет нам чувствовать себя живыми. Она держит нас в узде. До школы тебя подбросит, морской дракон. Фыр? Услышав свое имя, Фыр тут же вскочил и затряс головой. Энди, ведешь ее в курс дела, да? Энди кивнул, глядя на меня. Хватит на нее так смотреть, хоть бы и постучился. Кажется, да, это наш будущий товарищ. Гераль подхватил меня за тали и усадил на Фыра. А если я уходу? Тогда самое время научиться летать. Какой он суровый. Слушай, вы что такой суровый? Давайте мы с вами разберемся. Удачи, еще увидимся, Вики. Я вообще, кстати, думала, но я думала, что дракон стряпнулся, вынуждая меня сесть поудобнее. Тоже взвол в небо. А-а-а-а! Я думала, они все в белом. Ну, как бы, а Гераль тут в темном. Или он, кстати, типа из ада. Поэтому такой грубый. Припав к нему всем телом, я ввела руками его толстую шершавую шею. Поток воздуха был такой сильный, что мне было страшно даже подумать о том, с какой скоростью мы движемся. Я крепко зажмурилась Эй, так пропустишь, что самое интересное Услышав его голос, я неосознанно открыла глаза Воу Ах, реально красиво Как красиво Чувствую прекрасного, убила всякий страх Я выстила одну руку и погрузила ее в пухлое, словно ватное облако Ради этого и умереть не жалко Не, ну на самом деле жалко Вот поднимись на самолете, там в принципе тоже красиво Но умирать как бы ради этого, я думаю, что это перебор Просто она может плюсы ищет в этой ситуации Глаза вдруг заслезились, но не от ветра Я начала плакать и сильнее прижалась к дракону, будто искала в нем утяжение Я поняла, что скорблю по себе, по своей жизни Я умерла А как же папа? Рыдания разрывали грудь Энди заметил, что со мной что-то не так и подлетел ближе Все нормально, как-то он выглядит так себе, если честно Но давайте мы поделимся с ним переживанием, потому что, я так понимаю, он наше будущее Я не хочу умирать, я хочу жить Пришлось кричать, чтобы в этом потоке Энди смог расслышать меня Его лицо приняло какое-то страдаческое выражение Ему стало жаль меня, но эта жалость не казалась унизительной Но ты уже умерла Конечно, лучше Пройдет время, и ты смиришься Смиришься Энди летел рядом с нами Он взмахивал крыльями лениво и редко, но этого было достаточно, чтобы удержаться на лету Когда он хотел нас обогнать, то менял продолжение на гризонатальное, прижимая руки к телу Когда Энди взмахивал крыльями сильно и часто, его скорость увеличилась в геометрической прогрессии Как же ему не страшно летать на такой высоте? Он подлетел чуть ближе А как ты умерла? Я не помню Паника снова захлестнула меня Как можно не помнить собственную смерть? Я начала копаться в воспоминаниях обрывку той жизни, в которую мне уже не вернуться Меня зовут Вики Уокер Моя мама умерла, когда мне было пять лет Мы живем с отцом на Паркинг-стрит Я окончила университет живописи, защитила диплом и ехала домой, чтобы поделиться, сказать папе Я ехала, ехала Ну же Картинка за картинкой ко мне стала возвращаться память Я вцепилась в фыры и сжала до скрежь, что зубы Вспомнила, я вспомнила И как? Такое лицо у него, блин, не очень, если честно Руль, дорога, мелькающий и скучный пейзаж На соседнем сиденье лежит бумажка, ради которой я лишила сна Я защитилась! Смотрю в зеркало заднего вида, ничего интересного, но что-то вызывает у меня беспокойство Выезжаю на трассу, снова смотрю в зеркало, следом за мной поворачивая черный минивэн Я начинаю нервно ерцать Эта машина едет, посади меня всю дорогу Чуть ускоряюсь, чтобы проверить, минивэн же тоже увеличивает скорость Что за черт? Слышу в своем голосе волнение, но стараюсь не паниковать Ок, что делать? Ускориться Нога в педаль до самого пола Меня прижимают к сиденью Руки судорожно сжимают руль Но минивэн не отстает Но теперь во мне окончательно укрепляется мысль, что меня кто-то преследует Видимо водитель поменял план Он вдруг разогоняется, перестраивается, догоняя меня Что он делает? Я поворачиваюсь, но не могу никого разглядеть Затем бах Аааа Он подрезает меня, вынуждая повернуть в сторону Я не справляюсь с управлением Машина летит в тювер Нет, нет, нет Бам То есть, ну, блин, нас просто подрезали и мы, типа, в аварию Типа попали и умер Я так понимаю Ну, типа, подстроена Меня убили Энди не отрывал взгляд от моего заплаканного лица Не глядя, куда летит Да уж, небо это не дорога Можно не смотреть Похоже, ты кому-то сильно насолила Ну, в птицу можно врезаться Но, думаю, это не сильно трагично Фыр, видимо, почувствовал мои слезы на своей коже Он вихрем закружился, вынуждая меня прекратить плакать Аааа Я вжалась в дракона, заливаясь смехом И в то же время, едва ли не задыхаясь от страха Фыр? Энди тоже рассмеялся Красивый у него смех Фыр не любит, когда плачет Он тоже начинает грустить Я немного успокоилась А теперь наслаждалась дорогой Через некоторое время Энди остановился То опускаясь чуть ниже То вздымая вверх Резким взмахом крыльев А вот и школа Хогвартс наша Какая-то пещера Что-то никому Она такая готическая Совсем не райская Ты еще в Аду на факультете демонов не была Я с жаром и при дыхании Моглетел самую высокую башню Находящуюся немного поодаль от всего замка А от вида, словно бы Бескрайнего сада, лабиринта У меня и вовсе захотело дыхание Энди снова поменял положение И резко рванул вниз Фыр, за мной! Дракон опустил голову И мы моментально начали снижаться Я снова прилипла к нему Фыр пах океаном И чем-то наземным Словно он впитал в себя запах неба Почти что космоса Фыр похож на дракона Из мультика Хаяо Миядзаки Унесенные призраками Ну, либо Я немножко расиста И для меня все драконы Мы приближались И чем ближе мы были Тем сильнее я начинала волноваться Энди уже приземлился И махал то ли дракону, то ли мне Давай, Фыр, сюда! Пам-пам-пам Дверь осторожно коснулся Зверь осторожно коснулся земли И довольно замотал головой Это точно рай? Энди почесал его за ушком Что-то как-то темно просто Молодец мальчик Я говорю какие-то тут эти Добро пожаловать в школу ангелов и демонов Мужчина с горно поднятой головой Вышел к нам Он наглядел меня с напускным пафосом Здравствуйте, ангел фенса То есть ангелы все-таки все белыми Вики, значит Здравствуйте Энди покажет тебе школу И кратко введет в курс дела После того, как устроишься У нас начнется урок А опаздывать не советую Третья дверь слева в главном холле Все ясно Я кивнула Ангел фенса уже хотел уходить Но замер в порыве Обернулся и снова оглядел меня И на какую же сторону Ты хотела бы встать после учебы? Простите Энди отошел от фыра и заговорил В отличие от рожденных ангелов и демонов Люди на момент обучения считаются непризнанными Нас еще не признал ни ад, ни рай Но после учебы мы должны пригнуть Или к ангелам, или к демонам Я думаю, что я не буду конкретно выбирать С кем я буду Буду интуитивно идти к своей цели Вот как получится, скорее всего, никак Если, конечно, вам удастся окончить школу Вот я говорю, мы, скорее всего, не окончим Его губы чуть вытянулись Будто он хотел злорадно усмехнуться, но сдвижался Ну так что же? Я... Ну давайте хотим... Ну, мы такие все хорошие А не, я хочу... Тогда я не определилась Советую тебе поторопиться Нельзя усидеть на двух стульях сразу Я сомневаюсь Затем Фенцов развернулся на пятках И широким шагом шагнул в школу Что с ним не так? Не обращай внимания Ангел Фенцов ко всем строк Энди встал перед тобой и протянул руку Ну что, пойдем? Что делать? Пошли, руку в ответ Конечно Я осторожно вложил свою ладонь в его Подняла глаза и встретилась с голубыми глазами Энди Они радостно сверкнули Что-то у него не видно, был бы глаз Как художник я не могла не оценить Все эти фрески, статуи и общий интерьер В целом реально смотрится очень классно Я бы хотела там побывать Но не так, как она, конечно Просто на это посмотреть Ох Я резко остановилась Отчего Энди чуть не врезался в меня И с трепетом замерла Ангелы знают толк в архитектуре Он аккуратно подтолкнул меня вперед Вики, скоро начнется урок Да, прости Пока вышли по коридору Энди пытался растолковать здешние правила Это место называется школой Так и есть Но она отличается от земной Здесь учатся демоны и ангелы Которые старше нас на несколько столетий Они сильны, намного сильнее непризнанных И они нас не любят Будь осторожна Считай, что мы не их уровня Я почувствовала, как мои губы Искривила непрошлая усмешка Именно Людей создали по их подобию Улови эту мысль Именно так они к нам и относятся Как к их подобию Короче, я вообще, наверное, буду демоном Потому что я хочу со всеми переспать Это же клуб романтики И мы будем со всеми, со всеми абсолютно С кем получится, со всеми будем Вот прям со всеми Мы остановились возле одной из дверей А вот здесь ты будешь жить Ну давай Ну я вот эту выберу нормальную Что деньги трать Я жлоб Я точно не буду рад Я буду это Демоном О чем речь Вот это красиво Блин, да все красиво В целом Мне все нравится Но деньги трать не хочу На кровати, махая ногами, лежала девушка На ее спине подрагивали красные крылья Ууу, демон Она вернулась, слышала шум И повернулась на бок Чтобы лучше нас разглядеть Ты моя новая соседка Я без помощи взглянула на Энди Все верно Так что не обижай ее, Мими Мими закатила глаза Встала с кровати И подошла ко мне Тебе повезло Что твоя соседка оказалась я Некоторое время она смотрела на меня Потом развернулась Снова легла на кровать Мими выпятила свою пятую точку Наверняка знаю Как сильно обтягивают ее штаны Продолжать смотреть Ифинова, дай мне Я задумалась Не отрывая взгляд от Мими Ее тело было красивым Диевольски красивым Кстати, она реально очень красиво нарисована Здесь вот в этой истории Мне все очень нравятся пока что Ну кроме вот этого Энди Но что поделать Неудивительно, что ангелы и демоны Считают себя лучше людей Мими обернулась Словно почувствовать, что я наблюдаю за ней Кончики ее губ Медленно, коварно поползли вверх Она реально секси? Ты пока обустраився И смотри на неопоздаемый урок Энди кивнул Мими Подружески коснулся моего плеча И скрылся в коридоре Как только дверь за Энди закрылась Мими села Стала наблюдать за мной Как тебя зовут? Вики Я Мими Дочь демона Маммана От ее слов по телу пробежали мурашки Энди прав Я нахожусь рядом с настоящими Неназемными существами Это не люди И каково быть демоном? Этот вопрос ее почему-то очень рассмешил Ее смех был звуки поделичьей нежной А каково быть человеком? И улыбнул Я улыбнулась Взгляд Мими переместился на что-то позади меня Потом вернулся Она снова покошачьи улыбнулась Часы в комнате отстают Ты уже опаздываешь Что? Ангел Фенцо Так его зовут? Он не любит, когда опаздывает Особенно непризнанное Мими отвернулась Легла, как ни в чем не бывало Я замерла у двери И потом выскочила в коридор Зная клуб романтики У нас с ней тоже что-нибудь будет Третья дверь Слева Блин, я забыла Фух, я угадала Я не громко постучала И выглянула за дверь Ангел Фенцо стоял возле стола Глядя на листья бумаги перед собой Проходи, Вики Ты как раз вовремя Фух, спасибо Среди учеников я заметила Энди С облегчением подсела к нему Будешь, срай, не зашел даже за мной Прости, я сам едва не опоздал Он такой жалкий Вот что он там делает вообще Хотел тебя провести Но Ангел Фенцо чуть ли не ссел Затолкал меня в глаз Вот хочется такой Голи, если бы деда Питя Буш Он вдруг резко умолк Затем улыбнулся Каким-то своим мыслям Кто знал, что вам придется Снова возвращаться в школу Да, уж не то слово Ангел Фенцо обошел свой стол Оперся на его край Сложил руки перед собой Многие из вас уже это знают Но повторим для новеньких Он метнул на меня дневный взгляд Школа ангелов и демонов Поддерживает гармонию на земле А также хранит мир Между адом и раем Добро не может существовать без зла И наоборот Однако есть черта За которую нельзя приступать Ангел не может быть с демоном А демон с ангелом Поскольку вы не признаны И еще не определились Вам запрещено вближаться Как с одной стороной Так и с другой Со всеми будем Это главное правило Которым нельзя пренебрегать Ты не узнаешь И поверьте Вам не стоит проверять Что с вами сделать В случае непослушания В отличие от вас Ангелы и демоны Были рождены здесь Тут их дом Но ваш дом внизу Там ваши родственники Друзья Работа Кошки Собаки И прочая ересь Забудьте обо всем этом Его голос наполнился яростью Он будто хотел вдолбить Нам вместе со страхом Простую истину Вы мертвы Ваш дом Теперь здесь Вам запрещено Как-либо связываться Со своей прошлой жизнью Он повернулся Взял листок со стола И снова лукнулся в него Вы будете обучаться Как у ангелов Так и у демонов Факультеты демонов Находятся в аду Так что если вы Словонервны Это ваша проблема И последнее На земле Вы будете принимать Облики других Давно умерших людей И кроме цвета глаз Вас ничего не будет выдавать Ангелы и демоны И тем более Вы не способны Принимать облики Живых людей Себя и друг друга Вы будете воспринимать Как обычно Это сделано для того Чтобы вас Не узнали люди Без разрешения Менять облик Запрещено Все понятно Он спрашивал Всего класса Он смотрел на меня И я молчал Отлично Сегодня у вас Не будет конкретного Задания Сегодня вы сами Решите Какой из двух зол Для вашего подопечного Будет меньше Или наоборот Больше Ангел Фенцо Кратко описал Задание Каждому из учеников А теперь К водовороту Я дернула Энди с рукав Что за водоворот О, тебе понравится Вначале будет страшно Все столпились Я подбежала ближе Чтобы посмотреть Все ли в порядке Но Ангел Фенцо Вытил руку Передо мной Преграждая путь Давай Твоя очередь Могу ли я Нет Ангел Фенцо Так толкнул Меня в спину В спину Толкнул Я упала В водоворот На этом Первая серия Секреты небес Уже закончилась Очень интересно Мне нравится И рисовка То есть Как выглядят персонажи Мне очень нравятся Варианты одежды Я думаю Тоже будут Очень интересными Я очень надеюсь Что все действия Реально Которые я выбираю Будут воздействовать На последующие Потому что Иначе по другому Будет совсем не интересно Если наши действия Не влияют на будущее Смысл тогда что-то выбирать Там Платить алмазики И так далее И вообще Эта история В целом Многообещающая Мне очень нравится Начало Так как я Недавно посмотрела Сериал Люцифер Если вам понравилось Это видео Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Делайте колокольчик Серым Чтобы не пропускать Когда будут Входить новые серии Всем Пока